Готовлю я сегодня грузинский хлеб шотти, то есть по-другому еще его называют лаваш. Вот готовлю для себя, хотела вам показать, может кому-то будет интересно. Здесь у меня килограмм просеянной муки, добавляю туда где-то вот одну столовую ложку соли, одну упаковку дрожжей, дрожжи у меня вот такие, вот я всегда их использую. Главное, чтобы дрожжи были, ну, чтобы срок годности был у них, не старые, вообще при любой выпечке. Вот одна упаковка, здесь у меня 11 грамм, если так считать по граммам, 10-11 грамм, это где-то тоже одна столовая ложка. Вот эти сухие ингредиенты мы перемешиваем. Хорошенько, чтобы соль и дрожжи везде попали. Даже не столько дрожжи, дрожжи, а соль, чтобы было равномерно. Добавляю я 800 миллилитров тёплой воды. Тесто будет немножко такое жидковатое, липнуть к рукам. Сейчас буду вымешивать руками. Вымесила я где-то 5 минут. Вот посмотрите, какое тесто, да? Оно такое немного жидкое и липкое. Сейчас 5 минут добавляем, где-то 3 столовые ложки подсолнечного масла. Вот так вот, 3 столовые ложки. Теперь нам надо масло всё это вот, пока всё масло не исчезнет, вымешиваем. Нам надо вымесить до того, чтобы масло всё впиталось. Вот так вот, когда убедились, что масло всё впиталось, вот оно, конечно, ещё липнет немножко рукам, вот оно должно быть такое неплотное тесто. Немного прилипает, но уже такое более гладкое, да? Видите, отходит. Накрываем. Я вот кладу вот такой пакет чистый. Накрываю и оставляю здесь, пока тесто не поднимется. Где-то занимает это минут 40, может, час. Зависит от того, ещё, знаете, дрожжи, насколько свежие, вода, слишком ли она была тёплая, слишком ли холодная. Вот от этого тоже зависит, на самом деле. Подождём, пока тесто не поднимется. Это приблизительно час, не больше. Больше часа держать его и не надо. У меня прошло 40 минут. Тесто достаточно поднялось. Руку в муку. Надо чуть-чуть её помять. Помяли. Вот так вот. С краёв в середину. Теперь надо разделить на три части. Вот так вот берём каждое тесто. По 600 грамм, где-то я буду делать. Вот так вот. Теперь типа... Вот так вот. Рулет и поднажимаем. Вообще, вот этот вот вариант рулета относится ко всему виду хлеба. Это делается для того, чтобы тесто после выпечки было внутри воздушное. Ну и чтобы хорошо поднялось. Всё. Вот так вот соединяем этот кругляшок. Оно прилипает, да, к рукам. Надо макать муку. Всё. Оставляем здесь. Теперь ещё один кругляшок. Вот эти у меня даже по 550 где-то получились. Первое 600. Ну, зависит от количества воды, муки. Бывает по 600, бывает по 550. Вот так вот. Теперь в рулет. Здесь вот прищемляем. Видите, здесь даже уже вот воздух образовался. Шарик такой внутри уже становится воздушным. Всё. Теперь оставляем. Вон уже это тесто как разошлось. Вот так вот. Вот так вот накрываю я посудой. Оставляем ещё где-то на 15-20 минут для расстойки. У меня прошло 15 минут. Вот тесто. Видите, как хорошо поднялось ещё раз. Вот. Теперь берём первую вот эту вот, которую мы изначально саму первую. Берём вот так вот аккуратненько. растягиваем и кладём сюда. Я буду придавать форму прямоугольную. Можно форму плаваша придать. Кто-то хочет. Аккуратненько, сильно. Видите, вот эти вот пузырьки не стоит лопать. Вот. Если хотите тонкий лаваш, тогда вот так вот пальцами много раз прижимаете, да? А если хотите, чтобы он был пышный, много мягкоти, тогда сильно его мять вот так вот пальцем не стоит. Итак, сделаем здесь дырочку. Духовку. Духовку у меня где-то, я включила её за 40 минут, чтобы она хорошо прогрелась. На 220 градусов до румяной корочки. Это приблизительно 15-20 минут. Вот так вот у меня включим вверх-вниз. Так. 220 градусов. И не на средний уровень, и не совсем низкий уровень, а вот чуть выше низкого, на одну ступеньку. Всё, закрываем. У нас хлеб. Я подготовила решётку, чтобы она остыла. Вот так вот ставим на одну какую-нибудь посуду, чтобы дышала снизу, не потела. А здесь вот подготовила уже следующий хлеб. Дала форму. И вот так вот закрыла, чтобы она не подсыпала. Сразу подготовила на пергаменте. Переложу просто на противень. Покажу вот этот вот наш хлеб. Прошло у нас 10 минут. Вот она уже как поднялась. Хоть я её и помяла. Воздущий хлеб. Воздущий хлеб. Покажу. 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 А этот хлеб. Перекладываю. Вот так вот. И в духовку. Вот такой вот хлеб у нас получился. Корочка получается хрустящая. Следующий хлеб. А вот это хочу ещё показать. Видите, там где тонко, там пальцем я много мяла. А вот там, где толсто, меньше. Поэтому это надо учитывать. Если хотите тонкий и хрустящий, то помните вот так вот пальцами. Если хотите пышный хлеб, то лучше не надо. Вот поэтому я сейчас эти, хочу, чтобы были пышные, заранее придаю форму, пока тот печётся, чтобы было пышнее. Сейчас буду закрывать. Вот так вот. Как красиво получился. Этот у нас уже остыл. Более-менее. Ну, ещё тёплый как бы. Сейчас. Вот. Сейчас покажу вам, как он выглядит внутри. Вон, посмотрите. Вот так вот. Дырочки. Мякоти достаточно. И воздушно. Посмотрите. Он остыл и мягкий. Смотрите. В горячем виде он такой хрустящий. Остывает он такой вот мягенький становится. Вот так вот. Вот такой вот у нас красивый хлеб получил. После того, как остыл хлеб, храним вот так вот. У меня здесь даже двойной пакет, чтобы он оставался мягким. Вот у нас уже один полностью съеден, второй уже половина. Хочу показать вам после остывания, какой он мягкий. Вот. Посмотрите. И внутри. Вот. Хороший такой, вкусный. Вот так вот. Сейчас здесь одной рукой, потому что держу телефон. Рауль попросил намазать сюда масло и мед. Вот так вот делаю кармашек. Сюда намажу масло и мед. Вот-вот. Вот так вот. Рауль посетит. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok